Ой, там бабка! О боже! Хрена она визжит! Эй, друзья, всем море приветов Нептун, это я. Давайте же дальше проходить прогностик серии уже четвертой. Значит, по всем ощущениям, по моим внутренним, это реально будет последняя серия. Она вроде не такая продолжительная игрушка, и здесь вроде бы... Десять дней, хотя не уверен. Значит, брат нам прислал новое дело очередное, черная овца. Давайте прочитаем. Наша следующая подозреваемая, мисс Дентон, пожилая леди и давняя знакомая нашей бабушке. В октябре 1904 года мисс Дентон заявила, что она выиграла чек на 40 тысяч долларов, а через неделю четыре ее внука, единственных наследника, приехали проведать свою одинокую старушку. Мг, как удобно. Впервые за последние 15 лет. Ха-хау. Но забавное совпадение. Еще одно удивительное совпадение оказалось в том, что вскоре мисс Дентон мирно умерла у себя дома, по адресу Глобер Стрит, 16. Наш доктор уже выявил следы удушения. Определи, кто из них мог ее убить. А я пока проверю, действительно ли она выиграла эти деньги или просто навестила нашу старушку. То есть, значит, четыре драмоеда под названием внуки и одна вот, видимо, внучка, приехали к старушке, чтобы внезапно ей помочь. Раз в 15 лет. Черт возьми, всем бы таких внуков. Давайте почитаем по них, ну, про них более подробно. Так, значит, Артур. Он приехал с запада и привез с собой проблемы. Большую часть дня проводит в баре на Глобер Стрит. Пьет, снимает девушек, развязывает драки. Он еще не получил свое наследство, но, похоже, дело уже начал тратить деньги. Мда. Оперативный малый. Так, Дороти. Деловитая девушка приехала в город вместе с братом и в первую неделю устроилась на работу местному портному. Ну, по описанию такая, знаете, целеустремленная, действительно, девушка. Любит, видимо, трудолюбивая, любит работать, время зря не теряет, но мало походит на убийцу. Тейлор. Занимался перегоном скота вместе с группой приятелей. Сказал, что бросил все, когда узнал, что бабушка в нем нуждается. Конечно. Особенно, когда узнал, что у бабушки 40 тысяч баксов. Утверждает, что большую часть дня проводит в конюшне, на окраине Пиннер-стрит. Ну, окей. Так, Эндрю. Кто бы мог подумать, что кто-то из этой безумной семейки может стать проповедником. Большую часть дня мистер Дентон проводит в часовне на Ратланд-Роуд. Ему даже доверили прочитать несколько проповедей. Хм. То есть, святой, да? Вот знаете, как правило, убийца всегда тот, на кого меньше всего подозреваешь и на кого меньше всего подумаешь. Возможно, это он, Эндрю. Проповедник, который убил старушку и решил забрать деньги. Ну, там, знаете, там, на свечки, на всякие церковные, там, принадлежности. Деньги нужны. Вот он тут и подвернулся удачно. Так, а по задаче, что там? Так, досье убийцы пришлю. Также нужно погадать на картах Таро. И вот новая фишка, это руны. То есть, можно гадать на рунах, где это дело, пока без понятия. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте определим дату, все-таки, смерти и точное время. Самое важное. Оттуда уже будем отталкиваться, да? Кто был в то время, в том месте. Ух, побежали. Я уже, знаете, я уже прям чувствую себя мастером в этой игре. Все нормально? Тише. Без паники. Так. Виктория. Она, значит, 18 ноября родилась. А ноябрь, это у нас что? Это скорпион, да? 18 ноября, это скорпион. Вода. Значит, ставим нам скорпиона. Так. Это сюда. И стихия вода. Ознак воды. Последняя буква имени. Последняя буква имени, буква Эй. Значит, Эй, это один. Красную стрелку ставим на один. Окей. Если в фамилии есть одинаковые буквы, то буквы фамилии последняя по счету. Если нет, то первая. Так, у нас есть одинаковые буквы фамилии? Дентон. Да. Буква Н. Одинаковая. То есть, если есть одинаковые буквы, то... Последняя по счету. Буква фамилии последняя по счету. Последняя... Последняя буква вообще всей фамилии, да? Ну, значит, видимо, буква Н. Буква Н, это у нас 5. То есть, голубую стрелку ставим на 5. Ну, как-то так. У нас солнышко. То есть, час мы ничему не прибавляем. 10. В 10 часов. В 10 часов. День. 6. И месяц пятый. 904-го, правильно? Правильно. Я всего лишь добавил дату смерти. Чё-то как не нравится мне вот эта вся штука. Пока что всё тихо. Ладно, плевать. Побежали, короче, поставим эту дату здесь. Так, всё поставил. 10 часов. 6 мая. 94-го года. Ну, должно совпасть. То есть, Гловер Стрит 16 должен быть. Да, блин, уберите. А, боже, я хотел бы поставить. Так, Гловер Стрит, да, наверху. Так, окей. Давайте посмотрим, кто ещё там был. Артур был в то время. Да, Артур был. Дороти. Дороти тоже была. Не знаю, давайте всех отметим на всякий случай. Вдруг это нам понадобится в будущем, чтобы доказывать, что они были в момент смерти. Опачки, опачки, опачки. Так, у нас тут полотно ушло. Тихо. Так, Тейлор, смотрите. Тейлор был где-то в другом месте. А где он был? Подождите. Пиннер Стрит 17. Перегоном скота. Ну, да, он был... В момент смерти он был... Получается, в конюшне. У него есть алиби. Я думаю, что он, скорее всего... Невиновный. В момент смерти его не было. И он не мог никак удушить. А Эндрю? А, Эндрю никак. Потому что свеча потухла. Сейчас мы быстренько свечку зажжём. Пойдём гадать дальше. Что-то как-то старушки пока... Ну... Редко она стала появляться. Помните? Раньше вообще часто появлялась. Так. Ну что, дружище, ты где был? Тоже был там. Окей. То есть... Определили. У нас уже есть один... Невиновный, скорее всего. Так. И давайте ещё посмотрим, можно ли ходить здесь... С лозой? Или лозой? Допустим. О, см... По цвету... Реально работают? Так. Где-то здесь. А чё? Почему он показывает куда-то не туда? А, на втором этаже? Походу, дело, на втором этаже. Да. А, смотрите, тут дверь от... Ну, типа, смотрите, двери разблокировались. Раньше здесь было заперто. Были доски заколоченные. А ещё вот чердак есть. И здесь тоже не было, ну, прохода. О, мишка в клетке. Голубой мишка. Мишка, привет. Ты чё здесь делаешь, дружище? Так. Голубые игрушки. Это вроде цвета глаз, насколько я знаю. Ой! Боже, опять эти... Спецэффекты. Неприятные. Так, ну, раньше эта комната была заблокирована. Тут есть динозаврик небольшой. И, в принципе, ничего любопытного. Так, тут вот медвежонок. И вот здесь, скорее всего, руны, да. Скоро будем гадать на рунах. А эта комната... Тоже была заперта. Здесь небольшой костюмчик. Стеллаж. Лёва. Столько одежды, блин. Бабка жила одна, а тут... Мужская одежда. Спальня. Я не помню, была ли она доступна мне изначально или нет. По-моему, здесь были тоже какие-то доски или чё-то типа того. Хм. Ещё одна ванная. Два унитаза? Или это беды? По-моему, это беды. Так, тихо-тихо-тихо. Зеркало, зеркало, зеркало. Одеваем обратно. Чёрт, она начала уже вылазить. Хе-хе. Грёбаная гадя начала уже вылазить. Но и вовремя там всё сделал. Так, ну чё? Чё-чё-чё-чё-чё-чё? Давайте посмотрим. Игрушка. Игрушка? Цвет игрушки показывает цвет глаз, да. Цвет глаз голубой. Есть такой? Ну, синий, наверное, да? Синий. Голубого не значит, а синий. Цвет глаз... Синий. Так, посмотрим, кто там у нас. Вот синий есть. Ага, а это не синий. Невиновная, значит. И тоже синий, смотрите. Значит, либо Артур, либо Эндрю. Ну, сейчас я, конечно, погадаю на картах Таро. Ну, Таро. Мне скажут, а убийца мужчины? Да, блин, как будто я не знал. Ну, теперь понятно, что мужчины. Но это уже облегчает поиски. У нас всего лишь два. О! Меня бесит, когда она так делает. Фу. А чё она тут стоит? Походу, это реально, это наша бабка. Только она почему-то злая. Иногда хочешь меня убить? Не круто. Совершенно не круто. Так, давайте гадать. Ставим бабку, мешаем карты. Постаем. Так, суд. Это не то. Нас интересует конкретно... На чё-то другое, по-моему, интересует, да? А, вот. Justice. Правосудие. Следующая карта нам что-то скажет об убийце. Так, однёрка. Однёрка это что? Это у нас, значит, волшебник. Убийца не тот, за кого себя выдаёт. Разложи руны. Ммм. Не тот, за кого себя выдаёт. Типа он не наследник на самом деле? Так. Убийца использует ложную личность. Вот это уже любопытно. Так, ладно, убираем это дело. Хорошо, записали. Теперь давайте будем приступать к самому интересному. Посмотрим, что такое эти руны. Разложи руны. Так, тут постучался. Занято. Так, ладно, ну что? Как всё работает-то? У меня даже обучалки нету. Хотя вот она, обучалка, да. Так, гадание о рунах позволяет узнать чужие тайны. Последний камень, оставшийся на столе, покажет раскрываемый человеком секрет. Значит, поставьте на досье подозреваем... Ага, подозреваемого, то есть не жертвы. Хорошо, давайте сначала Артура. Затем... Так, ритуальная свеча горит. Бросьте руны. Ага. Так. Это типа я их бросил, правильно? Окей, я бросил. Подложите в чашу те из них, которые лежат знаком вверх. Опять кто-то дышит. Суть по звуку, знаете, прям как будто рядом. Как будто за ухом. Мне раздражает это. Так, ну, знаком вверх, вот, три руны. Блин, зеркало! Фух, успел быстро. Так, дождь пошел. Сейчас будет опять штормить. Допустим, положил. Очистите стол и бросьте руны из чаши. Повторяйте процесс, пока на столе не останется только лишь одна руна. Это типа убрать? Или нет? В смысле стол очистить? А как? А, вон оно. Я их просто сдвигаю, да? Ну вот, последняя руна осталась. Если на столе не осталась рун, то Гадания не может сообщить ничего полезного. Последний оставшийся рун откроет главную тайну. У меня руна как будто буква Р. Буква Р это... Рэйпо. Рэйпо. Совпадает. Я не думаю, что это какой-то секрет. Да, сейчас быстренько сбегаю, поменяю свечку и посмотрим на второго чила. На Эндрю. Так, погнали. Свечки я поменял. И... Ага. Со знаком кладем, остальные отбрасываем. Ну вот, последняя руна. Стрелка. Стрелка, это у нас что? Это Тейваз. Тейваз. Бок Тир. Скрывает или изменил имя? Так. Допустим. То есть, этот чел скрывает имя. То есть, на самом деле, он не Эндрю. Ну, в принципе, все, наверное. Вот он. Я сразу сказал. Помните, что этот проповедник... Вот прям проповедник. Скорее всего, что-то с ним не чисто. И видите, я оказался прав. Это почему-то всегда очевидно. Давайте... Ой, нет. Подождите, не сюда. Так. Досье. Скорее всего, это Эндрю. Улика. Первая. Скрывает имя. И вторая. Ну вот. Вторая. Убийца использует ложную личность. И руны помогут. Все. То есть, через карту Таро и через руны. Две улики я нашел. Проверяем. Да. Так, далее еще одно достижение. Похоже, что наш проповедник не только решил притвориться частью семьи, но и ускорить процесс получения наследства. Я получил подтверждение от организаторов, так, что его бабушка действительно выиграла в лотерею. А наша, как выяснилось, оставалась бедной до самой смерти. Все заработанные деньги она сразу же тратила на книжки, карты и другие инструменты для гадания. Они не имеют никакой ценности ни для кого, кроме тебя. Остался последний подозреваемый. Судья Брукс. Сомнительная личность. Он выпустил несколько найденных нашей старухой преступников, а она, в свою очередь, помогла посадить несколько его богатых спонсоров. Они ненавидели друг друга. Несколько лет Брукс вышел на пенсию. Видимо, несколько лет назад, да? И был благополучно всеми забыт. Я постараюсь выяснить, чем он занимается сейчас. Фу. Последний подозреваемый, да? Последний. То есть день десятый, скорее всего, реально будет последний. Убийство на маскараде. Ух ты, нифига тут. Список обширный. Так. Убийство на маскараде. Наше расследование зашло в тупик. Я больше не знаю, что делать. Я считал, что судья Брукс просто переехал, но он погиб два года назад. В 1902-м судья Брукс считался значимой фигурой, сделавшей этот город таким, каким он выглядит сейчас. К лучшему или к худшему? Ну, решать вам, да? Говорили, что он собирается баллотироваться в мэры. Его убийство потревожило несколько влиятельных людей. Людей, которые были с ним в момент убийства. И они видели преступницу. Проблема в том, что убийство произошло во время костюмированного праздника у него дома. По адресу Дархэм Роуд. 5. Мы отсеяли всех гостей и работников, у которых было алиби. Может, если мы раскроем его убийство, у нас появятся новые улики по делу нашей старухи. Я знаю, что это прикинута за уши, но у меня больше не осталось идей. Так. Преступница, то есть... Виновник-то женщина? Или кто-то одетый как женщина, да? То есть пока непонятно. По задачам, значит, досье убийцы прислать. Отметь, где убийца находился в час преступления. То есть находим время его смерти. И он должен умереть. Дархэм Роуд 5, да? Там. Но там, скорее всего, были почти все. Так. Укажи черты убийцы, проведя ритуал лазоходства. На жертве. Угу. Укажи секрет убийцы, проведя на нем расклад рун. Понятно. Так, Джошуа. Помощник судьи, довольно амбицированная личность. За свою короткую карьеру уже сумел добиться нескольких повышений. Угу. Ну, есть роскошный домик. Хорошо, Эдвард. Нынешний мэр. То есть действующий мэр. Угу. Судья Брукс должен был стать его основным конкурентом на выборах. Ну, вот это прям вот, вот знаете, это... Такие политические убийства. Вот очень похоже на мотив. Кристофер. Молодой журналист, представитель газеты Формал Информер. Имеет довольно активные политические взгляды. Вернулся в город, чтобы осветить предстоящие выборы. Угу. Джош Джордан. Слуга в доме Бруксов. Слуга. Зачем слуги убивать своего хозяина? Он же ему платит. К тому же... Эээ... 20 лет последних работала. Я сомневаюсь, что он убийца. Молли. Кухарка в доме. Аналогично Джону. Так, она выбегала в слезах за месяц до убийства. Хм. Кайла. Матриарх. Влиятельные, но не слишком образцовые семьи. Ее сыновья владеют значимой частью полей. Угодит для выгула скота. Угу. Брукс пригласил ее на свой праздник. Была ли это простая вежливость, или они договаривались о сотрудничестве? Неизвестно. Ну, опять же, невиженького мотива здесь. Азария. Сестра жены мистера Брукса. После смерти мисс Брукс и их отношения ухудшились. На прощальном вечере многие видели, как они напряженно о чем-то спорили. Стал наследницей дома и капитала мистера Брукса. Ммм. Но, опять же, есть мотив. Убив Брукса, она получает его дом и его капитал. Ну, начнем мы по стандарту. По стандарту начинаем с даты смерти. Пара-па-па. Так. Брукс Фредерик. Давай посмотрим. 14 августа. Так, это у нас лев, это огонь, да? Так, это не лев. Лев у нас вот здесь. Ага. И это огонь. Так, первая буква имени. Ф. Это и есть главная буква имени. А Ф это у нас что? Это у нас 8. То есть, красную стрелку мы ставим на 8. Так. Огонь по фамилии. Если есть одинаковые буквы, то буква фамилии первого по счету. Так, у нас есть, да, две буквы О. Окей. Первый по счету, значит, буква, значит, буква Б. А Б это у нас двойка. То есть, ставим голубую на двойку. Ты, 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 ты не двигайся. Мне голубая нужная. Итого, дата смерти, получается, луна. Час. 7 плюс 12. Так. 7 плюс... Это 19, получается, да? 19 часов. День 21. Месяц, получается, 8. Да, все правильно. Так. Все. 21, 8, 902. Все нормально. Все нормально. То есть, мне не нужно было месяц там оставить. У меня главное вот час найти. Значит, Месяц, получается, это у нас 8, да, месяц. Все. Добавляем. Все, погнали. Это быстренько нанесем на карту. Посмотрим, кто конкретно был в момент убийства там. Это сделать нам, ну, поможет нам сделать первый отсев. Так, все, я поставил. Так. Ну, все правильно. Дом номер 5. То есть, я все правильно сделал. Ну что, давайте самое интересное. Отмечать, кто был в этот момент там же. Значит, Джошуа был. Эдвард. Тоже был. Кристофер. Опачки. Кристофера не было. Он не виновен. Скорее всего. Поэтому, что мы сделаем Кристофера? Мы убираем, сделаем его невиновным. Ну, разве что, какой-нибудь телепат и мог убить на расстоянии? Так, очередной плач. Джон, ты был там? И Джона не было? Ну, значит, он... Подождите. Значит, он тоже не... Не виновный. А Молли была? Молли была? Кайла? Кайлы не было. Азария? И Азарии не было? Она была вот здесь, в этот момент. С момент смерти у нас... Ну, список сузился. У нас теперь осталось только три подозреваемых. Ну, если я все правильно, как бы, делаю, сами понимаете, очень часто бывает, что не все так просто. Сейчас мы поменяем свечку. Окей, теперь давайте... Блин, показалось, старуха здесь стоит. Давайте вот заходство сделаем. Старуха еще иногда вот здесь вот стоит. И немножко раздражает. Совсем... Совсем малость. Так. Где-то там. Где-то, по-моему, на втором этаже. Бежим, 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 бежим. Вот в этой комнате, да? А, нет. В детской. И опять зайка. Голубой зайка. Как и в прошлый раз. То есть, о чем это говорит? Убийца с голубыми глазами. Я не вижу. По-моему, не голубые. А у этого вроде бы голубые. У Молли... У Молли зеленые. Ну, знаете... Это вот это точно не виновный. Вот у Эдварда голубые. Вот он, скорее всего, и убийца. В принципе, мне даже на рунах гадать не обязательно. Ну, тут... Тут не голубые. Все. Я нашел. Убийца Эдвард. Давайте эти глаза-то запишем тоже. Точнее, что мы нашли игрушку голубого цвета. Синего, точнее. Так. Свет глаз. Синий. Ага. Ну и, собственно... Нам только по рунам осталось погадать. Давайте пока еще свечка у меня не... Не сдохла. Сейчас мы быстренько все это сделаем. Видите, какой он уже профессионал, да? Своего дела. Серьезно. Так. Копочки. Вперед. Первая партия. Так, с рисунком ставим. С рисунком. О. Осталось Б. Бэшечка... Это Бэркана. А Бэркана это у нас... Понес наказание. Розги. Он понес наказание. Ааа. Походил на первом этаже. Подожди. Понес наказание. В смысле понес наказание? Он типа умер? Или как? А что у нас по... Описанию? Ну, у него здесь никакого вроде как наказания нет. Ой, там бабка. О, боже. Хрена она визжит. Черт. Черт. Она же такой в стенки не может ходить? Надеюсь. Короче, бежим нафиг отсюда. Здрасте. Что это он стоит-то как прокаженный? Это странное зеркало. Срочно закрыть. Все, не надо мне бабки больше. А что толку-то от этого? Ладно, давайте. Допустим. Эдвард, правильно? Во-первых, убийца синие глаза. Он понес наказание. И он был в момент смерти... Там, где убили судью, правильно? Ну, все. Давайте попробуем. Что? Убийца так и не найден. Зато мы разозлили многих влиятельных людей, пока пытались... В смысле? Понес наказание. Убийца синие глаза. Ну, это правильно. Хм. Что-то я сейчас немножко не въехал. Возможно, я... Слишком быстро отсеял тех, кто не было в доме. Ну, кого не было в доме? Может, убийца все-таки... Его, допустим, отравил? Подожди. Костюмированная вечеринка. Костюмированная вечеринка. Его убил. Ну, все, кто не был в момент убийства в доме, они никак не могли быть. Хотя, подожди. Подождите. А тот чел, помните, который был второй подозреваемый? Я его... Не... Я его не стал проверять, потому что у него не было цвет глаз синий. А может быть, у него линзы какие-нибудь или что-то типа того? У него какой-то неестественный цвет глаз. Может, у него тоже синий? Просто он их замаскировал как-нибудь? Погнали его тоже через руны прогоним. Так. Ну, собственно, можно вообще всех прогнать через... Тоже синие глаза Кристофера. Я вот отметил тех, кого не было в момент убийства. Все. Теперь давайте мы всех отметим... А, подожди, я Фредерик. Я дурак! Я ж Фредерика поставил. По привычке. О, точно, точно. Нужно было Эдварда же. Или Эдварда ставил. Что-то я уже забыл, блин. Короче. Давайте заново. Да, хватит на дышать здесь. Так. Д. 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 Фуриза. Фуриза. Так, великан. Изменение в должности. Цель потеряла или нашла новую работу. Цель потеряла или нашла новую работу. Ну вот. Три. Возможно, теперь я все правильно сделал. Так, теперь давайте другого подозреваемого. Вот Джошуа, например. Что мне руны про него скажут? Ой. Нечаянно ошибся. Так. Ромбик. Ингуз. Семья. Тайный сговор. Так. У нас тайный сговор, значит. Да, про глаза не ни слова. Пока что. Так. Там же бабка оживает. О, бабка ожила. Пусть пока ходит. Давайте Кристофера тоже немножко так погадаем на него. Окей. Так. Это у нас что? Ман-наз. Ман-наз это что? Скрывает или изменил... Скрывает или изменил пол? Пошло на первый этаж. Подожди. Чел измен... Чел изменил пол? Пол. Нифига себе. И голубые глаза, кстати. Вот это любопытно. Так. Пойти что ли пока... Пока бабка гуляет на первом этаже. Лучше... Прямо гребаные зеркала закрывать. Сильно не запускать. То есть изначально... А-а-а. А-а. Изначально возможно... Это была девушка. Она его и убила. А потом она изменила пол и стала мужчиной. Блин. Ну в 900... Каком-то втором году разве меняли пол? И уж тем более не делали такие снимки красивые. Цветные. Здесь немножко странно на самом деле все. Происходят. Давайте вот про Молли еще немножко погадаем. Так. Первая партия пошла. О, пила. Наследие. Родственник погиб. Угу. Ну да, видите, она вот была в слезах и... Связана с ее собственной семьей. То есть кто-то у нее там погиб. То есть руны в принципе ничего плохого про нее не говорят. Теперь давайте... Ой, не успею, да? Давайте мы сейчас... Давайте мы вот так сделаем. Допустим. Кристофер, да? Улика. Он, короче... Скрывает или изменил пол. Во-первых. Во-вторых. Убийца синие глаза. Ну и в-третьих. А... Он был на моменте... Ну, в месте убийства. В час преступления. Правильно все. Он был вот именно здесь. По-моему, даже ничего не нужно на картах Таро гадать. Да, да, да. Молодой репортер поступил со своей моралью и пошел на убийство, чтобы помочь городу. Он притворился другим, чтобы завершить убийство. И это натолкнуло меня на мысль. В смерти нашей старухи ничего не сходилось. У нее не было долгов, за которыми могли прийти. У нее не оставалось врагов, желающих ей смерти. Те немногие люди, с которыми она общалась, перед смертью имели... Ну, имеют алиби. Я исключил всех, даже тебя. Кроме одного. Раньше я считал, что ее убили во сне. Аккуратные перпендикулярные раны. Уменьшающаяся сила с каждым ударом. Но есть еще один вариант. Самоубийство. Она инсценировала ограбление, а затем приложила нож к груди и начала наносить себе удары, пока у нее хватало сил. Она сделала все, чтобы ее смерть напомнила гибель наших родителей. Чтобы мы начали расследование. Чтобы ты мог занять ее место. Это все часть ее плана. И я боюсь, что скоро мы узнаем, что именно она приготовила. Так ее никто не убивал, она сама себя убила. А вдруг она себя убила, чтобы меня заманить сюда? И чтобы... 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 Эй! Эй! Ну нет! Ну это жестоко! Ну разработчики, ну так не делаются! Вы что? В смысле продолжение следует? Камон! Я в шоке сижу! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Блин, если честно, детективная часть, она интересная, но на одном детективе как бы далеко не уедешь. Я думал, что может быть концовка вытянет мои вот эти вот однотипные гадания, однотипные гадания на рунах, нахождение с лозами, определение до смерти. Это все уже к серии, наверное, к третьей стало однотипным. Ну я все ждал концовки, там же был подвал, чердак. Все это дело, я думал, что сейчас нам разработчики какой-нибудь классный финт в финале. Резкий поворот, битва с этой бабкой и хэппи-энд какой-нибудь, да? Или бэт-энд, что угодно. Ну то есть какой-то должен быть финал. Вместо этого они нас просто кинули на четыре вот почти часовых серии гадать, ходить, делать примерно одно и то же, подключать мозги, а в конце просто продолжение следует. Идите на полгодика отдохните куда-нибудь. Ну я не знаю, я разочарован, я прям разочарован. Я ждал финала. Короче, такие дела, друзья. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Пугаемся вместе, друзья. Всем пока-пока.